Сколько можно обещать и не выполнять своих обещаний? Задались вопросом молодые люди в разных районах страны и решили провести социальный марш. Первая акция протеста, несмотря на ливень, прошла сегодня на площади у районного совета Кагула. Прощаемся с предвыборными обещаниями, провозгласили ее участники. И отнесли администрации района свою декларацию с требованием отставки. Демиссия! 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 170 рабочих мест в Кагуле будут сокращены. В селах Кагульского района планируется закрыть все детсады. Уже этим летом детей распустят по домам на три месяца. Зарплаты бюджетникам не повысят. Многие школы уплотнят. Я пришла сказать нет нынешнему правлению, нынешней власти района. Потому что я, как молодая девушка, хочу жить именно в этом городе, остаться в этой стране, а не уезжать, как мои родители, за границу, чтобы обеспечить будущее своим детям. Я хочу, чтобы мои дети жили именно в этом городе, и чтобы наша Молдова поистине называлась цветущей Молдовой. Я принял участие в социальном марше, потому что я разочарован властями. Они нам так много обещали. Стипендии, бюджетные места. Все это вранье, пустые обещания. Мы это поняли и присоединились к социальному маршу. Мне не нравится такая власть, и не хочется расплачиваться за кредиты, которые они берут. Я хотел бы иметь достойную власть, достойную жизнь, достойную работу в этой стране. Ружине! 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 Лживое обещание, лживая власть, провозгласили участники манифестации. Они хотят жить в своей стране, в своем городе. И категорически не понимают, почему после стольких обещаний высоких зарплат, льгот для студентов, преференции для молодых семей, они вынуждены ехать на заработки. Я пришла высказать недоверие нынешней власти, наверное, от лица большинства молодежи нашего города и всей республики. Больше так продолжаться не может. Нас сокращают с рабочих мест, нам не дают возможности учиться, повышают оплату за проезд в общественном транспорте. Так больше нельзя. Нас просто используют. Мы не можем больше этого терпеть. Я пришла на акцию протеста, протестовать против наших нынешних властей, которые используют нас, как пушечное мясо. Три года, ничего не делая, отсиживая, извините за выражение, свои мягкие места в удобных креслах. И смотря на людей, которые просто умирают с голода, как так можно с нашими ветеранами так обращаться? Они проливали кровь за нас, держая их в таком положении. Я считаю, что нужно протестовать. Жоз, демиссия, все. Руководство Когульского района, все это время находившееся в здании, у которого проходила акция, к участникам социального марша не вышло. Потому они решили отнести свою декларацию сами, а заодно спросить председателя района от Альянса за евроинтеграцию, как он объяснит, что за три года в Когуле не было сделано ничего, и готов ли он уйти в отставку по требованию жителей. Оказалось, не готов. Ничего не знаю. Все зависит от законодательных рамок страны. Некрасиво врываться сюда, вламываться к людям. Здесь идет правительственное заседание. Люди обсуждают проблемы. Но это не политика. Мне надоело слушать лживые обещания этих политиков. Они даже не хотят нас слушать. Они нас выгоняют из зала заседаний, хотя говорят, что готовы все ради молодежи. Мне надоело это. Я хочу сказать нет. Молодежь страны готова продолжать социальный марш, пока власть их не услышит. Акция будет проходить в новом районе каждый день.